МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В минувшие выходные состоялся общий областной субботник. Прошел он и в нашем муниципалитете. Наша задача после зимы поправить это все общими усилиями. Делегация членов Российской коммунистической партии посетила музей-заповедник Горки-Ленинский по случаю дня рождения Владимира Ленина. Мы приводим в порядок и памятники Владимира Ленина, и погибшим в Великой Отечественной войне. В Виндовской школе искусств подвели итоги юбилейных десятых зубовских чтений. Ирон учил тебя бороться за жизнь, не сдаваться! Все неравнодушные жители Ленинского района вышли в минувшие выходные на областной субботник. Трудились в самых разных местах. Во дворах, в скверах, у дорог и социальных объектов. Праздничную атмосферу создавала замечательная весенняя погода. О том, как все прошло, узнаете из нашего сюжета. В течение месячника благоустройства в нашем муниципалитете ежедневно проводились работы по уборке территории. И вот 20 апреля наступил общий областной субботник, приуроченный к празднику труда в Подмосковье. К началу мероприятия все было готово. Участников субботника ждали грабли, перчатки, мешки для мусора и специальная экипировка. Пока взрослые готовились к уборке, детей развлекал клоун Алекс со своими традиционными конкурсами и уличными играми. На лесополосе вдоль Ольховой улицы собралось много желающих привести ее в порядок после зимнего сезона. Мы в первую очередь здесь недавно живем и сюда пришли, чтобы возможно найти новых друзей. Поэтому, думаю, это не только уборка, а также и объединение жителей. Старт к началу субботника дали глава района Валерий Венцель и руководитель областной госжилинспекции Вадим Соков. К сожалению, не всегда мы наблюдаем, особенно после зимнего периода, что территория у нас находится в порядке. И вот как раз-таки наша задача после зимы поправить это все общими усилиями и тем более, приводя своих детей, показывая это все подрастающему поколению, мы прививаем любовь к труду. На территории муниципалитета было намечено 143 площадки, которые необходимо было очистить от прошлогодней листвы и бытового мусора. Очень приятно, что многие люди пришли с семьями сюда, с детьми. Администрация организовала, мы видим, и питание, и развлечение. Ну и самое главное, работа на свежем воздухе всегда хорошо, потому что знаешь, что это твой город, твоя территория, твоя Московская область, где ты живешь, работаешь, учишься. И, так сказать, приятно всегда наводить чистоту там, где ты обитаешь. Чтобы работать было веселее, со сцены звучала музыка. Кто не успел позавтракать, могли подкрепиться горячей кашей. Для многих жителей участие в сезонных уборках уже давно стало настоящей традицией. Каждый год два раза в год. На все районные и областные субботники. Кроме уборки, в сквере 45-летия города Видное было высажено 90 деревьев и кустарников в честь приближающегося 90-летия Ленинского района. Одно из растений посадили молодожены, которые буквально за несколько минут до этого события скрепили подписями свой брачный союз. Видновчанка Надежда Иванникова также приняла участие в озеленении города вместе со своими детьми. Спустя много лет они придут и скажут, о, я этот кустарник посадила или дерево. Очень приятно. И будут они также говорить своим детям и внукам. Когда мы собираемся все вместе, мы чувствуем свое единство в этом, что все-таки, наверное, не все потеряно, что не будет беспорядка на наших улицах, что мы все-таки будем чистым в нашем прекрасном городе. Тем временем глава района проинспектировал, как проходил субботник в Видном. Валерий Венцель посетил парк Сосинки, территорию гимназии и другие площадки. Всего, чтобы сделать район чистым, на уборку вышли более 26 тысяч жителей. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. 22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Музей-заповедник Горки-Ленинский посетила делегация членов Российской коммунистической партии. На территории музея они провели субботник, посадили деревья и познакомились с рядом экспозицией. Побывала в гостях у Ильича и наша съемочная группа. В конце марта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе начался месячник благоустройства. Свою лепту в этот почин решили внести члены Российской коммунистической партии, посетившие музей-заповедник Горки-Ленинский. Встречали гостей представители руководства музея и глава Ленинского района Валерий Венцель. Делегацию коммунистов возглавил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Я еще раз хочу всех нас поздравить и пожелать всем нам с вами успехов, удачи и побед. С субботником вас, уважаемые товарищи! Сотрудники музея-заповедника любой помощи рады, ведь площадь учреждения 9,5 тысяч гектаров. После вступительной речи заместителя председателя ЦК партии собравшимся раздали инструмент и работа закипела. То, что в программе посещения усадьбы именно благоустройство территории заняло главное место не случайно, ведь первый субботник в молодой советской России прошел в 1919 году. Сто лет с первого коммунистического субботника. А ведь одним из сегодняшних лозунгов работы нашего музея является музей, сохранивший эпохи. Это одна из эпох нашего народа, нашей страны, которую мы также бережно сохраняем. После уборки и высадки деревьев делегации показали несколько экспозиций, размещенных в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле. Одна из них посвящена жизни и деятельности Надежды Крупской. Многие книги печатались не в Советском Союзе, а в Америке, во Франции, в Италии, в Испании. То есть интерес к этой книге был очень большой. В программе у делегаций коммунистов не только посещение мест, связанных с жизнью и деятельностью вождя мирового пролетариата. Весь апрель у нас пройдет вот в этих работах. Мы приводим в порядок и памятники Владимира Ильича Ленина, и погибшим в Великой Отечественной войне, и другие знаковые памятники, которые во многом определили судьбу развития нашей державы. Закончилось посещение музея-заповедника возложением цветов к памятнику Ленину и фотографий на память. Виктория Филатова, Максим Козлов, Валерия Паце, Сергей Ларин. Видное ТВ. В субботу, 20 апреля, 17,5 тысяч жителей Ленинского района остались без электричества. Как выяснилось, чрезвычайное происшествие было спровоцировано большегрузной техникой при проведении несанкционированных работ около воздушной линии электропередачи на участке опаренки Гоголева. Эти строительные работы проводились без разрешения, что категорически запрещено, так как подобная деятельность может не только нарушить электроснабжение, но и быть опасной для жизни рабочих. По зафиксированному факту составлен акт. Все потребители в кратчайшие сроки получили электроэнергию по резервной линии. Сейчас повреждения полностью восстановлены, а пресс-служба ПАО МОЭСК обратилась ко всем с важным заявлением. Призываем граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях можно сообщать по телефону светлой линии МОЭСК 8 800 700 40 70. В Видновской школе искусств подвели итоги юбилейных десятых зубовских чтений, собрав под одной крышей лучших чтецов Москвы и Подмосковья. В этом году в фестивале приняли участие почти 250 человек, но до финала дошли лишь 45. побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Этот конкурс уже 10 лет носит имя Есенина Ленинского края Евгения Зубова. На финал зубовских чтений в Видновскую школу искусств съехались самые талантливые чтецы со всего Подмосковья. Пока в холле регистрировались вновь прибывшие, а гостей развлекали живой музыкой, в зале шли последние приготовления. Александр Друзяков здесь, и Аким Старков здесь. Так, вторая группа вы можете благополучно отправляться за кулисы. В этом году в десятых юбилейных зубовских чтениях приняли участие почти 250 человек из 14 муниципальных образований Москвы и Московской области. Приезжающие из других муниципалитетов Московской области, не из Ленинского района, читают стихи Евгения Зубова. Это, наверное, самое главное достижение, цель, которую мы ставим перед собой и которую мы успешно достигаем. В 2019 году конкурс посвящен 90-летию Московской области. Введена даже специальная номинация за любовь к малой родине. Многие чтецы выбирают творчество своих земляков. Мы хотим показать себя, свои чтения, то, что таланты, рассказать про свой город. Выступающие используют различные выразительные приемы. К тому же, с годами меняется и сам формат выступлений. Дети стали не только готовиться, они стали создавать целую композицию. Это специальная одежда, форма под это стихотворение, это музыка, это фотография, это слайд-шоу. Понимаете, это не просто вышел, прочитал, хотя никто к этому не подвигал. София Джан читала стихотворение Евгения Зубова «Росинка». Усилить впечатление от своего выступления она решила с помощью тщательно подобранного наряда. Он больше сочетается с костюмом «Росинки». Он нежный и на голове у меня, как вы видите, венок, потому что из цветов, потому что «Росинки» чаще остаются на цветах. Из 45 финалистов строгому, но справедливому жюри предстояло выбрать самых достойных. Ну, представьте, сказку эту неморозка создавал, нашим русским кружевницам руки Бог поцеловал. Клокочет ветер, бьется в окна, прошита тьма ночным дождем, сирень озябшая промокла и тянется ветвями в дом. До цепи сидит собака, охраняет двор и дом. А котенок растянулся на диване в доме том. И слезы ночного дождя на листьях берез серебрятся. Ирон учил тебя бороться за жизнь, не сдаваться. С прошлого года фестиваль принимает участие не только дети. Захотелось как-то и самой не то, что стариной тряхнуть, а попробовать себя в новом амплуа. Я действительно руководитель Литуса Витлица, но стихов я и не читала где-то со школьных времен. Даже интересно, как это получится. Я их пишу, но я не чтец. Каждый поэт надеется быть услышанным, чтобы аплодисменты были не просто из вежливости, а что тебя услышали, тебя прочувствовали и с тобой наверное в чем-то согласились. За годы существования зубовских чтений в них приняли участие более двух тысяч человек и интерес к мероприятию продолжает расти. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Виднай ТВ. В центральной районной библиотеке писатель-сказочник Валентин Постников автор новых приключений Карандаша и Самоделкина и многих других детских книжек рассказал о своем творчестве и познакомил со своими литературными героями юных читателей из художественно-технического лицея. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Центральная библиотека города Видное любит радовать своих читателей разными мастер-классами, необычными выставками и, конечно, встречами с интересными людьми. Так в этот раз первоклассники художественного и технического лицея смогли лично познакомиться с писательным сказочником Валентином Постниковым. С Валентином Юрьевичем Постниковым нас связывает очень давняя дружба. У нас в библиотеке есть книги не только его авторства, но и с его автографами. Свой творческий путь Валентин Постников начал еще в раннем детстве, когда вместе с своим папой, известным писателем Юрием Дружковым, сочинял сказки. Вырос он в окружении популярных детских писателей, таких как Эдуард Успенский, Валерий Шульжик, Григорий Остр, Виктор Драгунский. А свою первую книгу «Новые приключения карандаша» и «Самоделкина» Валентин Постников выпустил в 1996 году. Книжка – это удовольствие, развлечение, но мои сказки познавательные. Я так вот для себя решил, что я писатель, который пишет познавательные сказки. То есть ребенок читает и что-то интересное узнает для себя. Уже с самого начала встречи писатель поразил всех чувством юмора и благодаря игровой форме беседы заинтересовал детей своим творчеством. Валентин Постников прочитал им отрывки из своих произведений и рассказал забавные истории из детства. И снова дзынь. Я снова к двери подхожу. Кто там? Никого. Это случайно не грабитель? А он молчит. Думаю, раз молчит, значит точно грабитель. Ребята много смеялись, участвовали в интересных инсценировках писателя и дружно читали его стихотворения. У меня жадар Сосу, Так что ел я только Сосу. Но теперь уже полдня нету жуба у меня. Но будет смеяться сам зубами. Главное для Валентина Постникова, признался он, научить детей любить читать. И как показывает опыт, у него это хорошо получается. Мне понравилось, как он рассказывал про книжки. И мне просто эти книжки понравились. Они детские, они хорошие. Здесь есть добро, есть страшилки. В завершении творческой встречи все желающие смогли задать писателю интересующие вопросы, получить автограф, приобрести его сказочные книги и, конечно, сделать совместный памятный снимок. Анастасия Воронина, Валерия Раце, Елена Кошлева, Видное ТВ. И о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями. Ожидается плюс 19 днем и плюс 10 ночью. Без осадков ветер северо-западный 5 метров в секунду. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова